Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть черпашки ниндзя легенды, ну что, забираем свои ежедневные награды, их две штучки у нас, также заходим сюда, а подожди, подожди, в магазин, вначале в магазин, конечно же, так, 5 долларов нам выпало, понятно, здесь жетоны будут разыгрываться, это хорошо. Так, зачем я сюда лезу, скажи мне, мне нужно идти в список, в список, находим с тобой крысиного короля, да, навыки, так, смотрим, что у нас там по навыкам, нам не хватает с тобой 10 вот этих вот знаков, поехали, один нашли, так, второй, третий, Слушай, ну хорошо идут, четвертый, пятый, еще 5 нужно и все, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний, десятый, все, друзья мои, 10 знаков мы нашли, хватит у нас, по-моему, мутагена не хватит, да, для того, чтобы прокачать, хотя, подожди, все хватает, да, все хватает, ну что, друзья мои, пассивка получает у нас четвертую ступень, К сожалению, уровень мы пока прапать никому не можем, из наших бойцов, зато можем с тобой забрать вот здесь награды и пройти серию испытаний сразу же Так, мы уже с тобой идем ближе ко второму кругу Так, давай в Донателло пока не будем брать, так, Рафаэля, наверное, тоже Возьмем Ваньку, так, и Усаги и Дзимбу Да-да-да, так вот будет эффективнее всего Так, у нас тут стоит Макман, что-то выжидает Ммм, двойной атаки у нас нету, хотя, почему нету? У Ваньки, у Супершредера и, как ты видишь, у Армагона Окей, переходим на следующую волну, на последнюю, заключительную И здесь у нас Змейковьюн плюс Паукус, вот Паукусу, на тебе, с удара, прикинь А Змейковьюна с двух атаку сможешь уложить? Нет У Усаги не получилось, к сожалению Так, давай здесь Ну, в принципе, даже если бы я не уничтожил, постепенного урона было бы достаточно, чтобы его пробить Так, и последнее у нас тут Ага, он при том, что стреляет, еще вешает на себя доб-защиту Ну, как ты видишь, это ему не помогает И мы с тобой двигаемся дальше Так, ну что, получается, серию испытаний мы прошли Значит, забираем с тобой остатки Ага, поднять уровень персонажа еще надо У нас с Мутагена шестичь, ну, по-моему, нам не хватит, да? Самая минималка здесь Хотя все нормально, хватает, ребят Все, прокачиваем Забираем награды, все оставшиеся Ну что, начнем с испытаний, да? Нам нужно не с этого Нам нужно добраться до эпизода восьмого И чтобы фармить кожеголового Так, команда здесь Ну, ты сам видишь, топовая А здесь можно даже, наверное, убрать Ваньку и поставить Бакстера И вот таким вот макаром Пройти полностью событие Ну, конечно, мы потратим много сыра Но зато мы сможем фармить Того самого крокодила Причем без проблем Здесь даже пока заморачиваться не будем Пускай они ходят на автобои Все у них будет отлично Блин, друзья, я не знаю, что делать Как привести себя обратно в режим Опять сегодня я встал в восемь часов вечера И то я встал, потому что мне позвонили Так бы я не проснулся бы И опять всю ночь буду сидеть Трындец Просто трындец Выбило меня из коллеги Надо как-то возвращаться А как ты вернешься обратно В свой график, а? Когда тебе ничего не обязывает Когда ты полностью на расслабоне Да, друзья мои, вот так вот Ну что, у нас здесь три волны Сам понимаешь На второй волне у нас тут На втором эпизоде, точнее, будут Довольно легкие противники К тому же я еще до сих пор, друзья мои Полностью не выздоровел Кашель как был, так и остался На больничный я не садился Хотя надо было, наверное Родители у меня звонили второй раз Переболели короной Так что я даже не знаю Я, наверное, в первый раз Еще давным-давно, по-моему, переболел Опять же не обращался никуда Не в больницу, ничего И сейчас, скорее всего, может быть, тоже Переболел Опять никуда не обращался Все сам, все сам Так, ну что У нас с тобой третий здесь эпизод Опять же три волны Так, минус таракан Бронированный Ну, здесь у нас тоже ничего страшного Нету крысы Какие-то непонятные, страшные На них смотреть-то без слез нельзя И рыцари Рыцари это жалкая пародия На нинзь кланфутовцев, да Та же самая стойка Только единственное, что у них доспехи одеты Минус дони Минус крип Змейковин тоже минус Ну и, соответственно, с грибами тут Разбираться вообще на изи Так, ну и мы переходим с тобой На следующий эпизод Это, получается, у нас какой? Третий, да? А, нет, четвертый Четвертый эпизодик Так, ну здесь уровень врагов сороковой Все равно, ребята Для моих сотых Топовых бойцов Сороковой уровень Это вообще ни о чем Согласись Так, ну и потом, естественно Будет еще арена На арене у нас, опять же, типа Мини-буста будет Потому что Вчера я не играл Соответственно, мы с тобой Поиграли в понедельник И сегодня уже среда То есть, минус сутки, да Плюс я уже не играл Двое суток В Юрский парк Я вам еще раз говорю, ребята Завис В Дайнлайн Вторая часть И все, ребята Там пропал, короче Прохожу Сейчас покажу Прохожу Много уже Последние вот эти серии Прохожу за кадром Не снимая Потому что я хотел развить Своего персонажа Я, в принципе, развиваю его Получил арбалет В общем, все это увидите Но не знаю, когда, друзья Потому что Я вам говорю Видосики, которые я уже выкладывал По Дайнлайну, да Уже четвертый день Не рендрится Ютуб Их почему-то Обрабатывает В HD качестве Я не знаю С чем это связано Серьезно Почему так долго Четыре дня Ё-моё Ролик всего лишь Два часа Там с половиной идет Четыре дня Он Обрабатывает Трэш Да, но правда Там сразу роликов Восемь Выложено И все восемь роликов Он обрабатывает Так Ладно С этими тараканами Мы сейчас с тобой Тоже быстренько разберемся Сегодня, наверное ХКР поиграем Во вторую часть Наверное Всадники Драконов Да? Олуха И Наверное Юрский парк Сегодня Плюс ХКР На нашем третьем канале Ну, первую часть Ну, это в моих планах Вот так вот хочется А там уже посмотрим Как будет Что-то вот голос Я смотрю У меня Садится Не знаю Если он вообще сядет Конкретно То, конечно же Все Будет отменено Потому что я не смогу Элементарно говорить Так, ну что Здесь все отлично Ребята Прошли И Сразу двигаемся На следующую Волну Еще три эпизода Ё-моё Так У нас Блин Я не посмотрел Сколько у нас этого Сыра Так А здесь уровень Шестидесятый Получается Следующая волна Будет Семьдесятый Да, левел Противников И в конце Восьмидесятый А может быть В конце Девяностый Посмотрим Да, кого бы тут Не поставили Против нас Все равно Мы Выиграем Здесь Тут Четыре волны Потом Наверное Будет Пять волн И Самый Последний Это будет Шесть Волн Скорее всего Вот так Вот Ну давай На тебе Так У Шердера Двойная Атака Но она Ему Не пригодилась Вот У Саги Конечно Очень Крут В плане Того Что Ребята Он Делает Двойную Атаку Может Конечно Повесить Всем Может Повесить Только Одному А может Вообще Никому Не Повесить Такое Тоже Бывает Но Когда Они С Двойной Атакой Это Вообще Шикарно Так Вот Зачем Ты Это Делаешь Армагон Ну Когда Их Всего Лишь Здесь Двое Тебе Надо Было Кидать Когда Их Там Много Странно Это Конечно Малый Ну Вот Микеланджело Мы получаем С тобой И Предпоследний Друзей Эпизод Предпоследний Уровень Уровень Как ты видишь 75 Плюс Здесь Будет Еще Сам Крок В конце В сокровищнице Да Получается И Волн 5 Ну В принципе Да Я был Прав Что В конце Будет 6 Волн И Уровень Все Так Будет 80 Противников Ну 80 Это Не 90 Так Что Разнесем Опять же Усаги Сделал Как ты Видишь Всем Двойную Атаку И Это Круто Но Двойная Атака Рассчитывается Только На Обычные Удары То Вот На Такие Самый Первый Удар Который Идет В Списке Только На Него На Остальные Нет Который Бросил На Это Не Распространяется Двойная Атака А было бы Прикольно Если бы Он Срабатывал На Все Даже На Супер Удар Это Было Прикольно Прикинь Два Раза Выкинуть Валун Или Два Раза Отправить Стаю Маузеров Или Два Раза Сделать Вот Такую Вертушку Мало Б Конечно Кто Выжил Так Майки Падает Лео Упал И Дони Соответственно Тоже Падает Ну что Где тут Крок Вон он Сидит Там В этой Шахте В люке Прямо Видно Было Когда Подбегаешь Так Ну естественно Начинает Выпендриваться Надел Костюм Какого-то Дракона Видимо Китайского Скорее всего Да Потому что У них Вроде бы Такие Драконы Бамс Все Упал Ну что же А мы с тобой Переходим На последний Эпизод Который Сейчас С превеликим Удовольствием Будем его Проходить Так Донателла Ролевой Слушай У нас Останется С тобой Еще 33 Сыра Если я Не ошибаюсь Это Всего Лишь Три Попытки Потому что По десятке Вроде Отнимается За Попытку То есть А по итогу Когда Например С самого начала Захожешь в игру Да Тебе даются 70 Сыра То есть 7 попыток Тебе даются На то Чтобы Поймать 2 ДНК На Кожеголового По моему Там 2 ДНК Да Я точно не помню Или все таки Одного Ну сейчас посмотрим Пройдем Вот это вот все Кстати Здесь тоже 5 волны Я думал Что будет 6 Так В минус Скелета Усаги Делает Месть Очень хороший Удар Кстати Удар Этот Хорош Тем Что Друзья Мои Если Например Какой-то Скелет Или Противничек Ударит Одного Из наших Бойцов То Ответку Будет Давать Именно Усаги Понимаешь Да То есть Усаги Как бы Мстит За то Что Кого-то Обидели Так Ну здесь Понятное Дело Вертушка Постепенку Повесил Только на Троих Так Минус Майки Минус Лео Минус Рафаэль Ну и Минус Донни Потому что У всех Двойная Атака И вот Мы Дошли С тобой До Босяцкого Давай Выходи Выпрыгнул Еще Этот Шлем У него На глаза Упал Так Мы тут С двойной Атакой Может Сейчас Будет Крышка Друзья Так И Армагон Еще И Волдунчик Бросает Кто добивать Будет Лео Ну вот Вот И все Было Очень круто По красоте Мы прошли Ну и Остается Только лишь Фармить Так Мы получаем С тобой Две ДНК На Кужголового И попробуем Да Десять Цира У нас А у нас Даже Двадцать Три Я думал Что Тридцать Ну что Поехали Значит Две Всего Попытки Ну Как видишь Неудачно Но Главное Что мы Получили Возможность Фармить Поэтому Будем Ну а Теперь Идем С тобой Что На Турнирную Арену Да Друзья Мои Мы С вами В Лиге Самураев Девяносто Восьмая Позиция Так Четырнадцать Они мне дают Но в принципе Я думаю Это Наверное Нормально Сорок Девятый Уровень У наших Противников Так Ну Давай Ты Перелистывайся Что Ты Раз Два Три Четыре И для Подстраховки Я возьму Наверное Вот так Возьму Тигриного Когтя Или Шархана По идее Он должен Он должен Быть Первым Ходить Естественно Сразу Понижает Броню А вот Насчет Инициативы Я не Совсем Уверен Так Ну Здесь Надо Наверное Блин Тут Леву Сносим Леву Тааааак Так Морозильная кошка и Пит. Ну-ка. Так, получил. Крис. Монда Гека. Заблокировал только одну способность, да? Давай, наверное, мы ускорим нашу команду. Давай, наверное, так все-таки сделаем. Надо валить Криса. Теперь вызываем дрона. Блин, все равно, по-моему, Леонардо... А, нет, не успеет. Я думал, что он будет отхиливать. Но, как видишь, упал он. Именно от дрона до Нотелла. Ну, и здесь мы с тобой ушатали этого бебобчика. И, соответственно, идем дальше. Не знаю, сегодня мы должны, в принципе, вернуться в Лигу Мастеров. Одна звезда, но, мне кажется, это проблема. Ты видишь, идет очень-очень тяжелый буст. Тяжело мы с тобой продвигаем. Тихо. 15-19, отлично. Но здесь майки. Поэтому, на всякий случай, я возьму, наверное, зэка. Возьмем зэка и... Раз, два, три, четыре. Ну, так как у них уровень здесь маленький, зэк, в принципе, должен хорошо звездонуть. Ну, неплохо, неплохо. Плюс массовая атака от наших кроликов. Минус двоечка. То, что майки снимает, это ерунда, ребят. А почему двоечка? Я думал, что этот упал. Ну, нифига. Роквелл не упал. Ну-ка, пощучиному. А если гранаты? Шикарно. И добивка. Нормалек. Ну что, отлично. Что я тебе скажу? Пока идем без потерь. Это всегда радует. Я уже хочу перейти в Сегуны. Хочу уже находиться именно в лиге Сегунов. Так, 15-19. Здесь, наверное, возьму Змейка Вьюна. Слэш, Кожеголовый, Бибов и Крэнк. Кто-то спрашивает у меня, Рэй, когда ты прокачаешь Крэнка? Ребят, как только будет на него событие или еще что-нибудь, естественно, будем фармить ДНК. И, по возможности, когда накопим, естественно, сразу же будем его прокачивать. Другого варианта пока нет. Так, Слэш. Давай-ка, наверное, с тобой сделаем вот так вот. Да ладно, ты даже не завалил. Так, а если массовая атака от Крэнга? Минус Майки. Ну, давай, Кожеголовый, добивай их всех. Красавчик. У него, кстати, очень хороший вот этот вот удар. Ты заметил, да, я думаю? Когда он кубарем катится. Всех сбивает. Ну, а мы с тобой переходим в Лигу Сегунов. Место у нас 96-е. То есть, где-то поединков 8 нам надо будет сделать. Так, и не дает мне пока 15-20. Вот дает 15-19. Это максимальное количество. Ну, что же, ладушки, давай. Раз, два, три, четыре. И можно, вот, нейтрализатор. Нейтрализатор со своей гранатометной пушкой. Очень даже хорошо зайдет. Вначале сделаем дебаф от Хана. И вот так вот бомбанем. В принципе, крышкой всем должна быть. Ага. Нет. Несмотря на то, что мы им сделали понижение защиты, нейтрализатор не справился. Почему? Вопрос. Не знаю. Он 70-го уровня, ребят. Ладно, фиг с ним. Ну что, 75-я позиция. 15-20. Есть. Берем Джастина. Так, железноголовый, подожди пока. Раз, два, три. Четыре. Кстати, вот здесь уже, ребята, опасно. Почему? Потому что у нас враги даже сильнее, чем я. Даже некоторых персонажей. Поэтому, блин, я не знаю, что делать. Давай Питта вначале, наверное. Ага. Так, вызываем космический корабль. Тьфи, вообще слабо. Вообще слабо, ребят. Запах изо рта. Ага, Питт упал. Теперь бросим баллончик. И добиваем. Все, больше так не надо рисковать. Это слишком, ребята. Это неоправданно, на самом деле, был риском. Ну, посмотри, у меня 55-й, да, 55-й. А у них 52-й, по-моему, сейчас посмотрим. 54-й, 52-й. Практически на уровне. А я еще раз повторяю, ребят, на уровне с ними драться, это самое плохое, что можно сделать. Так, давайте-ка 15-20. Уже было такое, не надо. Сейчас кину по пятнам. Блин, ну ведь было же, вот здесь вот. Ай-яй-яй, теперь вот называется получи обратно. Не хотят? Да ладно, вы серьезно, что ли? Ты посмотри, а. 15-19 дают и все. Но ведь было же 15-20. Причем два раза... Во. Причем два раза было. Ничего себе, начинает меня тут на шугаре брать. Что, я возьму Бакстера Стокмана? Я почему-то в нем очень уверен, стал в последнее время. Раз, два, три, четыре. Практически меня не подводит. Опять же повторю, практически. Это не говорит, что всегда. Ну-ка, давай, наверное, с волны начнем. Ой, хорошо. Просто всех смелее одной волной. Минимум, как говорится, усилий, да? Максимум выхлопа. И 34-е место. Поехали далее. 34-е место. Мы с тобой берем 15-20. Здесь можно, в принципе, взять Донателло. Раз, два, три, четыре. Я не знаю, Кирбис может справиться? Опять же, ребята, если бы у него был прокачан скилл на лечение, тогда да. Он был бы топовым. Но... Так, Шердру пал. Интересно. Ну-ка, Майки. Понятно. Так, Сплинтер, наверное, уберем. Сплинтер убрали. Так, Бибов начинает выпендриваться. Сделаем с тобой массовую атаку. Упадут или нет? Двое упали, один остался. Ну что, ультразвук? Есть. Ну, это, наверное, не ультразвук. Это все-таки, наверное, крик, типа, был. Ну, когда мы с тобой в Лигу Сегунов две звезды, то попадем же. Наверное, через вот этот бой. И все они мне дают 15-19. Ты посмотри. Здесь Ванька пойдет у нас. Раз, два, три, четыре. Ну что, Ванька, давай, доставай гранатомет. Ага, почему-то Рафаэль, ребят, да, вот. Как только они вместе идут, почему-то Рафаэль начинает все равно ходить первым. Этого достаточно. Тут, кстати, ты видел, когда рассыпается от него клякс остается на земле? Чистая лужа чернил. Ну вот, вот. Лига Сегунов две звезды. Надеюсь, до трех звезд мы доберемся сегодня. Про Лигу Мастеров, конечно, можно и забыть уже. Это однозначно мы туда чуть попадем. Так, я возьму Саги. Раз, два, три, четыре. И вот так вот. 55-й. Сколько же, вот ты посмотри, у меня 55-х уровней. 55-й, 50-й, 52-й. Вплоть до 60-го. Очень много. Так, ну, Ванек, ты не жалец, извини. Все. Очень много у меня персонажей, полтинников. Так что надо как-то их прокачивать, что ли, или что-то с ними делать. Так, 71-е место. Может быть, все-таки уже дадите мне? Так, вижу. Здесь я возьму Леонардо. Да подожди, куда влезете-то? Раз, два, три, четыре. Слушайте, я немножко сомневаюсь. Мы, может быть, конечно, дойдем с тобой. Ну, до мастера вряд ли. Потому что, ну, как бы бойцов уже мало становится. Мы уже дошли с тобой до космических, а там совсем чуть-чуть. Сейчас посмотрим, какое место. Так, 52-й. Получается, где-то два поединка делаешь, да? И получаешь по 25 очков. Так, берем Армагоны. Раз, два, три, четыре. Ну, это я уже просто ускоряюсь. Так, Армагош, давай. Естественно, не падают. Так, там было 54-е место, да? Сейчас посмотрим. Должно, по идее, если по 25. Где-то 30-е. 32-е. Ну, нормально, нормально. То есть, еще два поединка. Так, давай-ка 16-21, пожалуйста. Есть. Так, 16-21. Здесь я возьму, наверное... Раз, два. Три, четыре. Ну, тут, понятное дело. Тут карайка. Тут и паукус. По идее, даже быстренько тут заклепать. Окей. Так, паутинку. Так, двоих сразу убрали. Так, вот это опасно, ребят. Донни. Донни не будет ходить сегодня, это точно. Так, надо что-то сослышим делать. Хотя у него меткость пониженная. И это, кстати, нам очень помогло. То, что у него была меткость пониженная. Здесь врубаем. И удар по земле. Да, ну. Все. Я уже было подумал, сейчас мы еще с тобой здесь фейлимся. Потому что у... Мотогенуэна очень было мало за руль. Ну что, где-то 10-е... А, 13-е позиция. Ну, в принципе, да, ребята, все. Сейчас последний поединок, и мы с тобой уже переходим в следующую лигу. Давай я, наверное, возьму так. А мы точно, да? Мы там всех отыграли. Раз, два, три. Шреддер. Слушай, я не знаю, кожеголовый. Железноголовый у нас... Инициатива особо такой не отличается. У нас вот супершреддер, да. Точнее, даже обычный шреддер. Ну, не забывай, что Донни. Он, Донни, просто сейчас может захилять всю команду. И все, ребят. Сейчас проверим. Ай-яй-яй. Ну. Е. Это был, на самом деле, риск. Очень большой. 50-50. 50 на 50. Упадут, не упадут. Но они упали. И, соответственно, мы с тобой... Да, мы в лиге сегунов. Три звезды, ребята. Такс, 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 такс. Ну что? Раф, Майки. Стоп. Стоп, 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 стоп. Вот так вот сделаем. Ну, здесь все просто. Майки делает уклоняшку. Раф берет провокацию. Ну и за счет этого, естественно, будет полный разбор. Самый опасный здесь кто у нас? Это, наверное, слэш. Майки это ерунда. Так, тебе сейчас достанешь, парень. Все. Так, ну что, рубим криса. Давай так вот, пощечину. Причем пощечина крысой сделана была. Ой, зря ты Эйприлу-то делаешь. Ну вот-вот, слэш. Но он не стал делать массовую атаку. Он и не попал при этом. Аси плечом. Так, Эйприл упала. Теперь. Бомбочка-дымовушка. Все. И получается у нас последний сейчас бой. Точно последний? Не наш кребен там еще на один поединочек? 16-21. Не, вряд ли мы. Не получится. Так, так. А, Шередер остается один. Последний, ребят. Ну, ради одного персонажа я, ребят, не буду тратить 4 отката. Но не вижу я в этом смысла. Лучше завтра продолжить, да? Ну, завтра уже мы точно должны кровь из носа подняться с тобой в лигу. В лигу мастеров. Желательно 3 звезды. Ну, а пока у нас 64-я позиция. Так, ну что, друзья мои, что нам еще нужно сделать? Нам нужно сделать следующее. Собрать вот эти вот жетоны. Думаю, не надо никому объяснять, зачем эти жетоны мы с тобой собираем. Это единственная валюта в игре, которая для нас еще имеет какую-то ценность. Скажем так. Потому что деньги, доллары... Нет, ну, доллары тоже имеют ценность. Потому что за них мы покупаем откаты, телепорты. Но, например, монеты, которые мы зарабатывали с тобой, да? Они уже обесценились для нас. Уже вообще ничего не стоит. Поэтому, как бы, смысла их фармить нету. Да мы их никогда, честно говоря, и не фармили. Сюрикены, которые мы с тобой тоже раньше собирали, тоже уже давным-давно, как уже, наверное, год-полгода лежат без дела. То есть, их даже никуда не приспособить. Даже обменять нельзя. Разработчики, конечно, могли бы сделать здесь какой-нибудь такой, типа, рынок, да? Местный. Где можно было бы, например, если у тебя куча сюрикенов, да? Или куча, там, например, монет этих, чтобы ты мог обменивать это все на ресурсы, там, которые тебе нужны. Например, сейчас нужны мне жетоны. Почему бы я не смог бы поменять сюрикены на жетоны? Это было бы круто. Вот. Ну, а так как этого нету, естественно, они у нас будут просто лежать, копиться мертвым грузом. Если бы разработчики вернулись бы обратно к этой игре, к этому проекту, я тебе скажу, здесь можно было бы очень-очень много чего поставить. Тех же самых даже хотя бы новых черепашек из нового мультсериала. Да, они не особо, конечно, симпатизируют. Но, как сам факт, да, по мультивселенной было бы это, конечно, круто. И бойцов здесь очень много, кого можно было бы поставить. Также очень много героев, антигероев. То есть, игруху можно было бы развивать, развивать практически до бесконечности. Так, ну что, друзья мои, все, мы с вами набрали 695 жетонов. А это говорит, по-моему, о том, что мы можем даже... Да, мы с тобой можем взять 3 ДНК на Би-Боб Кролик. 69, отлично. Почему я стал прокачивать тех? Ребята, они появляются только лишь в одном событии, и то, которое очень-очень редко появляется. Поэтому Би-Боб Кролик и Би-Б... ой, Рокс и Ди Кролик должны как бы прокачиваться, наверное, одним из первых. Потом уже вот за этих возьмемся. А у Кожеголового, как мы видим, 59 ДНК из 100. То есть, ну, если бы мы с тобой десяточку нафармили бы, было бы очень даже неплохо. Ну что, друзья, а на этом я, пожалуй-ка, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok